Отопительный сезон проходит в штатном режиме. С таким заявлением выступил замдиректора Департамента городского хозяйства Владимир Сыркин перед депутатами Горсовета. Прошло заседание комитета по ЖКХ. Членов парламента смутило фразы о штатном режиме, учитывая крупные аварии на ТЭЦ и постоянные порывы. В докладе говорится, отопительный сезон проходит в штатном режиме. Я понимаю, что Омск РТС и ТГК-11 коммерческие структуры. Но ведь ДГХ должен контролировать процесс. Сейчас вы говорите, что зима проходит в штатном режиме. То есть, если следующей зимой что-то произойдет на ТЭЦ, это будет штатно? Это не должно будет нас удивлять? Напомним, после аварии в декабре прошлого года было возбуждено уголовное дело. Доклад по итогам запросил глава федерального следкома Александр Бастрыкин. Всего за время отопительного сезона выявлено свыше 300 нарушений в работе ресурсных организаций. Директор тепловой компании пояснил, ситуацию осложняет кадровый дефицит. Сейчас укомплектованность персоналом 70%. Но главная проблема – так называемый хронический недоремонт коммуникации. На подготовку к следующему сезону тепловая планирует потратить 220 миллионов рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Хотя на всю необходимую замену требуется 800 миллионов ежегодно. Взять их негде. Поэтому сейчас на один километр теплосети приходится одно повреждение. Депутаты выразили готовность повлиять на ситуацию доступными способами. Например, обратиться к мэру и губернатору.